Ну что ж, друзья, мы все в эфире. Замечательно всех вас видеть. Нас с вами ждет замечательный звонок. С нами Андрей. Привет, Андрей. Привет, Эдвард. Привет, Альян. Вас мы тоже рады видеть. Да, Эдвард, мы будем рады с тобой наконец-то встретиться на тех выходных уже сегодня, да? Мы сегодня уже вылетаем, буквально через пару часов рейс. Так, рады всех вас видеть. Ну что ж, у нас сегодня интересные новости, классные объявления, которыми мы уже поделились с нашими лидерами, и мы видели по-настоящему ошеломительную реакцию. И у нас будет такое замечательное закрытие этого проекта, то есть мы так хорошо успеем все сделать. То есть у нас до 16 августа, и поэтому у нас буквально вот последние несколько недель возможности приобрести фаундерпаки Blockchain Sports, и, конечно, блокчейн сам запускается в Мейнете в сентябре. Это тот момент, которого вы все так ждали. Поэтому, да, все движется вперед. Итак, ну что ж, добро пожаловать. Итак, приятно всех вас видеть. Давайте мы дадим всему этому еще минутку, перед тем, как мы по-настоящему спорыгнем это все. Дадим всем возможность по-настоящему злогениться в Zoom еще не поздно, отправить небольшое сообщение вашей команде, тоже позволить им сегодня к нам присоединиться. У нас идет синхронный перевод. Насколько? На 9 языков сегодня? На 9, да, как всегда. Да. Илья, будет так странно без тебя на этих выходных, но я знаю, что мы все концентрируемся и работаем над тем, чтобы встретиться в Лас-Вегасе, поэтому в следующем месяце в Вегасе встретимся. Да, не переживай, я вас в записи посмотрю на следующей неделе. Замечательно, супер. Итак, нас ждут по-настоящему феноменальные новости, которые мы сегодня с вами поделимся. Итак, как я уже и говорил, нас ждут значимые объявления, но люди все еще присоединяются, поэтому мы очень рады. Итак, давайте эти последние пять недель додавим прям вот самой большой скорости, самым большим ускорением, которое у нас когда бы то ни было было. И все просто вне себя от радости. Буквально вчера созвонился с Брайном Годей, с некоторым лидером из Мексики, который вообще из мира блокчейна. И на самом деле, один из ребят, который был на этом созвоне, он лидер в проекте Биткоин Сити, который прямо сейчас развивается в Латинской Америке. И он так рад тому, что происходит, потому что они создают полномасштабный децентрализованный город. И с тем, как вот мы с ним общались, он сказал, так, хорошо, а как мы можем получить эти ноды? Как наше криптосообщество может участвовать в том, что вы делаете? Я сказал, ну, слушай, у нас есть объявление, которое мы собираемся сделать буквально сегодня, и возможность, которая предоставляется нам сейчас, мы никогда не видели ничего подобного. Это преимущество тех, кто придет первым на всех уровнях. И сейчас самое главное — это поделиться этой историей с людьми. Поэтому, Эдвард и Лия, у нас еще пять недель на этом проекте, но мы, я думаю, сможем закончить еще сильнее, чем раньше. Да, каждый раз, когда я смотрю, я вижу, сколько у нас еще осталось дней, и все видят, что уже осталось 34 дня, поэтому у нас уже идет отчет на сайте. Уже даже логиниться не надо, чтобы его увидеть. Там написано 34 дня, 20, там, столько-то часов, там, 32 дня, потом и там 30 дней. И это уже вот близится к финишной прямой. Джереми, каждый раз, когда говоришь, у нас будет мощное закрытие, я думаю, что это ведь не закрытие, а открытие, потому что ведь это будет то, когда запустится атлета в сентябре. Это будет начало. Да, именно так, да, то есть сильно откроем, можно и так сказать. Андрей сейчас поделится с нами обновленной статистикой касаемо того, что происходит у нас на тест-нете. Там статистика просто удивительная. Мы сейчас настолько готовы к тому, чтобы быть в ряду топ-10 блокчейнов по всему миру. И как вы знаете, как мы объявили на прошлом созвоне, на нескольких других созвонах, мы сейчас находимся посередине проекта 90 миллионов. И прямо сейчас команда Blockchain Sports рассчитывает на нашу команду, чтобы по-настоящему этот проект 90 миллионов выбить из стадиона, по-настоящему сделать полный круг, у нас такое огромное количество вещей, которые готовы со стороны маркетинга, и у них тоже готовы со стороны маркетинга, и поэтому нам необходимо по-настоящему выиграть победителя за эти последние несколько недель с проектом 90 миллионов. Я знаю, что у нас получится, потому что ускорение растет, люди все больше и больше узнают про этот проект Blockchain. И это по-настоящему просто уже вопрос в том, чтобы поделиться этой историей. Итак, Эдвард Илья, давайте, может быть, покажем новое видео. Да, это видео будет доступно для всех, но посмотрите на это классное трехминутное видео, которое вы можете начать использовать во всех ваших презентациях, можете делиться им в социальных сетях. И это классно, поэтому давайте сейчас я это выведу на экран, секундочку, так, вывести звук, оптимизировать для видео, так, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 эти цели выполнить, мы сможем 90 миллионов все собрать, потому что владение нодами основателей дает вам эксклюзивное преимущество тех, кто пришел первым, для того, чтобы заминтить изначальные ATLA токены. И ваши ноды будут получать валидационные вознаграждения от транзакций, поэтому вы не только получите токены, которые вы будете минтить, ATLA коины сразу же. Вы сразу же начнете их зарабатывать, но на протяжении ближайших лет вы получите возможность зарабатывать с каждой транзакцией, которая происходит на блокчейне Атлета. Это по-настоящему уникальная возможность, которая эксклюзивна только для нашего сообщества в этой фазе основателей. И сегодня мы делаем самое большое объявление возможности приобретения пакетов основателей. Только посмотрите на некоторые из этих моментов, и нам нужно, наверное, целое слайд-шоу сделать, где мы могли бы перечислить все то, что уже было достигнуто командой блокчейн-спортс. Но больше 500 футболистов в трех академиях Бразилии, активные трансферы в европейских клубах, NFT Marketplace, который уже готов к запуску, технология компьютерного видения, которая уже была разработана и уже внедрена, и уже готова для того, чтобы быть выведены на рынок. Мы были одобрены лучшими футбольными легендами по всему миру. Бразильское правительство поддерживает этот проект. Этот проект уже вырос и уже распространился по Европе, Японии, Ближнему Востоку. И мы уже разработали нужные трекеры для наших смарт-костюмов. Мы уже начали снимать реалити-шоу. И у нас уже есть партнерство с топовыми инфлюенсерами, с Web3, с тональными инвесторами. И этот список может просто продолжаться, его можно просто вести-вести, потому что эта команда уже достигла очень многого за очень короткий период времени. Это беспрецедентный успех. И сейчас мы находимся в моменте, где мы можем этот проект как раз перенести в начало, которое начнется в сентябре. И прямо сейчас тот толчок, который нам нужен в этом проекте, это ускорение пакетов Founders Nodes, тех пакетов, о которых мы поговорили сегодня. У нас есть возможность по-настоящему сделать нечто особенное для этого проекта, достигая нашей цели проекта 90 миллионов. Блокчейн-атлета — это основание, это основа всех этих проектов реального мира. Данные, интеграция технологий. Блокчейн, Marketplace NFT, этот атлет-блокчейн будет топ-10 блокчейнами лейра 1 в мире. Этот проект был разработан внутри. Я помню, когда мы только начинали этот проект, я помню, как я говорил со своим другом, который уже очень долго работает в области блокчейна. Он считал, что это невозможно. Он говорил, что мы инвестировали 10 миллионов долларов, два года нашей жизни, стараясь построить блокчейн лейра 1, и у нас не получилось, мы не смогли это сделать. Поэтому он не верил, и это человек, который очень хорошо знает, о чем говорит. Он был шокирован, обнаружив, что у нас вообще даже есть видение блокчейна лейра 1. И поэтому в мае, когда тест NET успешно был запущен, мы вергли весь мир в шок. Мы сделали то, что никогда до нас не было сделано. Мы часть проекта, который сейчас творит историю. Это первый блокчейн в мире, который спозиционирован в мире спорта, одним из самых крупных рынков в мире. И мы первая блокчейн, которая находится в самом центре спортивной отрасли. Когда мы запустимся в сентябре, этот запуск, его будут поддерживать топ-инфлуенсеры из Веб-3. Его будут поддерживать топовые проекты и топовые инфлуенсеры. И это будет настоящая ракета. И у нас есть эксклюзивная возможность, не только для того, чтобы принять участие и быть теми, кто сможет наибольше победить от этого проекта, но также мы сможем стать тем сообществом, которое этот проект сможет наделить нужной силой для того, чтобы полноценно двигаться вперед в сентябре. И сейчас проект блокчейн Спорс. Им нужно, чтобы мы смогли показать класс. У нас есть возможность, единственная в жизни, и у вас есть эта единственная возможность, которая попадает рад в жизни, чтобы получить эти ноды и использовать этот план вознаграждения, который нам сейчас доступен. Поэтому на протяжении ближайших 35 дней давайте снимем все тормоза, давайте выложимся на полную, давайте сделаем, чтобы это было самым быстрым и самым мощным ускорением, которое у нас как у сообщества было. И давайте сделаем так, чтобы это была крупнейшая победа, которая у нас как у сообщества есть. И поэтому прямо сейчас мы передадим слово Андрею, который сейчас ведет разработку блокчейна для атлета. И мы этого парня по-настоящему любим. Это один из самых умных. Его сердце, его огонь, горящий в его груди для этого проекта и для мира блокчейн. Поэтому, Андрей, мы очень ценим, что ты сегодня с нами, и сейчас я передам слово тебе. Расскажи нам о том, что происходит сейчас с нашим тест-нетом, но перед тем, как я это сделаю, позвольте мне вам кое-что сказать. Показатели тест-нета, это, по сути, является основным показателем для того, что проект сможет сделать перед запуском, когда институциональные игроки смотрят на то, поддержать или не поддержать проект, когда сообщества смотрят на то, вписаться ли в проект или нет. Один из основных показателей, на которые они смотрят, это то, а что этот проект делает в фазе тест-нета. Каковы показатели на блокчейне? Каковы у нас социальные взаимодействия с точки зрения работы с командой разработчиков и сообществом разработчиков? Сколько смарт-контрактов внедряются на самом тест-нете? Потому что тест-нет дает вам примерное видение, дает вам вот этот ранний показатель того, что будет запущено уже дальше на мейнете. Я вам хочу сказать, что эти цифры с нашего тест-нета, они феноменальны, они больше, чем кто бы ты ни был мог ожидать. И это по-настоящему интересно, поэтому, Андрей, эта информация по-настоящему удивительна. Это один из самых лучших показателей того, что нас ждет после запуска в сентябре. И передаем слово тебе. Ну, слушай, ты так это рассказал, что мы действительно уходим в межзвездный полет. Мы действительно номер один. И, Джереми, ты так это классно сказал, так зажег. Я прям вот под впечатлением, и я вот влюблен в этот проект. Я очень ценю, я всегда счастлив быть с вами, быть частью этого проекта. И вот просто, чтобы вкратце об этом рассказать, транзакции на тест-нете, здесь написано 4.33 миллиона, и у нас сейчас 4.1, ну, уже, наверное, даже больше. Поэтому мы просто ускоряемся и все быстрее движемся в сторону получения 10 миллионов транзакций. Мы растем, опережая все графики. И если мы смотрим на наши текущие показатели, то, конечно, у нас будет больше 10 миллионов транзакций на тест-нете до запуска. Поэтому если мы попытаемся контекстуализировать это количество транзакций, нужно сравнивать это с тем, кто уже что успел сделать. Поэтому мы видим, что у нас 38 тысяч активных и 233 тысячи всего кошельков, которые были зарегистрированы. Но здесь, конечно, это регулируется, потому как часто кошельки взаимодействуют с сетью, и непосредственное отношение активных и общего количества кошельков есть очень здоровое. Ну, то есть, если мы видим, что 100 и выше – это не очень хорошо, это означает, что слишком много. Если 1 из 100, то это плохо. Вот. А у нас получается там 15, 12 из 100 – это очень хорошо для атлета. И, когда мы говорим про смарт-контракты, у нас здесь их чуть больше 1300, примерно 517 контрактов на токены уже запущены. И чем больше контрактов выстраиваются в атлете, тем более вероятно, особенно на стадии тест-нета, тем больше вероятно, что это в дальнейшем переведется в настоящие инфраструктурные проекты, когда мы перейдем в мейннет. Поэтому количество контрактов на токены – это очень и очень положительно для меня. Опять же, чем больше я вижу контрактов на токены, тем более я склонен ожидать, что определенная внутренняя часть будет запущена в токенах атлета. И, когда мы говорим про 1,4,1,8 утилизации соотношения, мы это добавили, потому что это просто небольшой показатель. Мы немножко хвастаемся этим, потому что мы сделали уже 4,1 миллион транзакций. И использование нашей сети уже почти 2%, что означает, что теоретически мы можем справиться с 10-кратным увеличением нагрузки, и это никак не повлияет на нашу производительность. Конечно, нужно это еще проверить на практике, но у нас очень здоровая сеть, которая способна справляться с огромными нагрузками. В целом у нас более 100 партнеров уже. Мы уже объявили 42 из них, но на самом деле сейчас контрактов описываются больше, чем просто с 60, но нам нужно уметь всех их выпускать по очереди, потому что здесь требуется время для того, чтобы все эти партнерства проявить. Конечно, их будет дальше и больше, с которыми мы будем сотрудничать по дороге. Некоторые партнерства, они многосоставные, поэтому это может быть нечто стратегическое, где у нас есть определенная доля стратегической инновации, потом мы можем целое сообщество вместе собирать, и потом мы, возможно, будем запускать некоторые хакатоны, скажем, ведь наше партнерство процветает, и у нас более 250 проявлений в медиа, то есть это просто некий такой показатель того, насколько люди заинтересованы в нас. У нас более 34 видео на YouTube, ну, то есть не видео, а каналов, которые нас продвигают. Это мы уже в больше 100 разных публикациях, то есть во всяких там Телеграфах, всяких там CNN, и мы упомянуты в более 120 социальных сетях. Это те записи, которые говорят о нас больше, чем три раза в месяц, каждый месяц. Это по-настоящему удивительно, Андрей, потому что ведь это все еще происходит до запуска. Чтобы вот так у нас все было во время теста Net-а, это по-настоящему значимо. И на буквально нескольких следующих слайдах Андрей покажет нам некоторые сравнения с некоторыми другими блокчейнами, с которыми многие из нас знакомы, по крайней мере, если вы находитесь в мире блокчейна, и наши цифры, они ошеломительны. Ведь я вот смотрю на это, Андрей, и транзакции, да, это классно, и кошельки, это круто, но когда у нас более 1300, уже почти 1400 отдельных контрактов, которые уже развернуты, это прям очень много. Это означает, что другие проекты, другие разработчики уже используют эту платформу для того, чтобы выстраивать свои собственные проекты. И это замечательный потенциальный индикатор. Ведь у всех этих проектов есть свои собственные сообщества, у всех этих проектов есть свои собственные взаимодействия, и эти проекты смогут взять свои идеи, перенести их на рынок. Для того, чтобы это было спозиционировано на блокчейне Атлета, это по-настоящему многое значит, не так ли? Да, ты абсолютно прав. Это очень круто. Ну что ж, друзья, еще раз посмотрите на эти дальнейшие слайды, потому что мы их, конечно, уже показывали, вовремя нашего прошлого созвона, но это одна из тех вещей, которая просто всех нас и всех лидеров по-настоящему вдохновила, потому что это показывает некоторые очень мощные сравнения. Мы покажем вам здесь два слайда, но, Андрей, давай вот расскажи, потому что это прям удивительно, когда мы смотрим на то, что вы уже успели сделать в тест-нете по сравнению с некоторыми других проектами во время их первых нескольких месяцев запуска. Ну, Аваланч и НИР, это, наверное, крупнейшие имена в этой отрасли прямо сейчас, особенно протокол НИР, но так или иначе, и Аваланч, и НИР, каждый раз, когда Аваланч был запущен в 2020 году, и когда был выпущен его тест-нет, у него было 1200 транзакций в первый месяц работы. Я даже не знаю, как вообще это соотносить. То есть, как вот соотносить 1200 транзакций и более 4 миллионов транзакций? Я думаю, что это даже не 1% от тех транзакций, которые происходили у нас. Но, вне зависимости от этого, их токен, АВАКС, он вырос с 3 долларов до 128 долларов. Поэтому, если это можно использовать хоть даже как примерный индикатор, то, боженьки, боженьки, НИР же, протокол НИР, запустил свой тест-нет за год, до Аваланча в 2019-м, и их токен, он перешел с доллара, я думаю, сейчас он был меньше доллара, и у них было 508 тысяч транзакций в месяц. Но вот эти уже к нам приближаются. То есть, они на 8 раз меньше, чем мы по показателям, поэтому это как минимум адекватно. Может быть, некоторые другие мы тоже можем на это посмотреть. Но Binance, я думаю, что Binance известен абсолютно всем, кто хоть как-то взаимодействовал с миром блокчейна. Когда они запустились, у них было 201 тысяч транзакций, и большинство из тех, кто в это инвестировал, они видели просто сумасшедшие доходы. И я вам кое-что просто хочу указать, потому что токен Binance, они изначально запустились на 10-центовой отметке, это вот BNB, на 10-центовой отметке, и они ушли до практически 682 долларов в моменте. Да, цифры по-настоящему... Убивительно. Да, и здесь нужно сделать небольшую поправку. Binance это все-таки уникальный игрок, потому что их токен, их коин, он стал тем токеном, который пользовался для биржи Binance, поэтому у них было огромное преимущество в виде сообщества пользователей этой биржи и огромное количество доступа к рынку, но все равно, а это ведь одни из лучших, ведь такое огромное количество проектов начали выстраивать свои проекты на смарт-чейне Binance, и я был удивлен увидеть, что у них было 200 тысяч транзакций в первый месяц запуска их тест-нета, потому что ведь у них было такое огромное количество интереса в их проекте, ведь очень многие говорили про смарт-чейн Binance, поэтому это меня в некоторой степени удивляет, и я думаю, что это лучшее сравнение, которое мы можем привести, потому что вот Binance с этим феноменально огромным сообществом и с этим феноменально огромным взаимодействием с этим миром блокчейна, но тем не менее они смогли сгенерировать всего лишь 200 тысяч транзакций на их тест-нете в первые 30 дней, и для меня это, ну, может быть, это не совсем реалистичное сравнение с вот этим, там, в 100 иксов у них была возвратная инвестиция, но у них были определенные преимущества, когда речь заходит о их первом месте транзакций, и у них изначально запуск был 200 тысяч, поэтому я думаю, что это замечательный пример того, насколько сильное сообщество сейчас у нас есть, которое стоит за нашим проектом блокчейн-спорт. Да, и мы ведь строим, исходя из по-настоящему огромных людей. Каждый раз, когда Binance запускался, у них же не было тех же инфраструктурных способностей, которые у нас сейчас есть, поэтому у нас на самом деле сейчас более быстрый поток роста, чем у них. Блокчейн-Тон, это одни из любимчиков рынка сейчас, они были запущены с успехом уже некоторое время, им потребовались многие годы, чтобы перейти от тест-нета, в Мейннет, и их токен сейчас уже 16-ти кратно вырос, поэтому, учитывая, что это блокчейн, который помоложе, это новое поколение, которое сейчас было запущено в Мейннет, будет очень интересно наблюдать за тем, какие успеха смогут добиться они, и когда речь заходит о полке Дот, и это наш архитектурный и технический конкурент, потому что мы используем схожие технологии с ними, используем некоторые тех технологий, которые были спроектированы ими, поэтому будет очень интересно. и поконкурировать. Я хотел сказать, что, ну, будет интересно просто их обскакать полное, да, то есть когда мы сможем прям вот их разнести. Но 230 тысяч транзакций от 53 долларов мы сейчас уже на отметке в 4 миллиона, поэтому наш единственный здесь конкурент, это тот, который, он на 8 раз имеет меньше транзакций, чем мы, поэтому, друзья, ну что ж, ветер нашим парусам и нашему сообществу. Андрей, огромное спасибо, что сегодня к нам присоединился и что поделился с нами этими обновлениями, ведь мы полностью готовы на протяжении ближайших нескольких недель, мы знаем, что у вас есть огромное количество соглашений, контрактов, которые сейчас уже у вас на руках, которые зависят от того, как хорошо мы можем исполнить вот это, как хорошо мы можем использовать и последние несколько недель, и я думаю, что вы слышите в голосе Андрея, я думаю, что вы видите его страсть к этому проекту, я думаю, что видите, как сильно он им горит. И, Андрей, мы постараемся сделать все от нас зависящее для того, чтобы по-настоящему придать ускорение этим пакетам основателей на протяжении ближайших нескольких недель, поэтому спасибо, что был с нами, да, вам спасибо, да, спасибо тебе. Эдвард Илья, давайте вот просто немножечко остановимся на этом, перед тем, как мы перейдем к нашим слайдам. Это ведь по-настоящему удивительно. Ведь одно дело, когда там несколько месяцев назад мы объявляли миру о том, что мы считали, произойдет, и о том, что мы ожидали, что произойдет, какие у нас цели, но сейчас, когда у нас уже есть результаты, когда мы уже запущены, когда тест нет уже запущен, когда мы видим те цифры, которые видим, это по-настоящему удивительно. Знаешь, Джереми, это становится очень интересным. Стало очень интересно наблюдать, потому что сейчас это вот то время, когда это становится так интересным с миром блокчейн-спорт, потому что все вот эти проекты, все токены, которые лично мне нравятся, когда я на все это смотрю, я не хочу сказать, что, конечно, я все видел, но я видел многое. Я не видел ничего с настоящими проектами, у которого было бы такое огромное количество членов сообщества поддержки. То есть у нас же не только футболисты, здесь и все геймеры, потому что у нас есть VR, XR, да? И также гонки, это уже совершенно отдельное сообщество. Я даже не знаю, как мы можем сравнивать то, с чем мы сейчас сравниваем. То есть мы можем, конечно, как-то смотреть на цифры, но говоря про Binance, например, у Binance есть настоящий бизнес, у них есть настоящая биржа. Это очень мощная такая, сильная компания. Но я даже не знаю, как это все сработает вместе, потому что я так рад это все видеть. Я знаю, что это будет по-настоящему огромное. Он уже большой, но если вы посмотрите, когда мы только начали со звона, вот вы начали говорить про список достижений, но это то, что уже было достигнуто сейчас, и список только продолжается. Это просто бум-бум-бум, одно за другим. И это все реальные проекты, которые уже были разработаны, которые... Это просто... Я не знаю, слов не могу найти, чтобы это выразить, потому что, видите, это просто вот токен-мечта, коин-мечта для любого человека в блокчейне, в любой отрасли, для человека, который смотрит на то, куда же вложить деньги. Я имею в виду, вот просто когда мы смотрим на эту статистику, что может быть лучше, вот покажите, нет, найдите, вот просто даже пример, найдите вот где, вот что лучше, я просто не знаю, то есть даже вот, ну, исторически таких примеров нет. Люди говорят про разные проекты, про разные токены, ну, только послушайте это. И, Эдвард, ты, кстати, так хорошо это сказал, да, Илья, извини, не хотел тебя перебивать. Да, Эдвард, и, кстати, вот все это даже до того, как многие институциональные инвесторы вошли, потому что сейчас-то мы знаем, что многие находятся в стадии переговоров, все спрашивают, всем интересно о всех этих проектов, всем интересно про Тестнет, всем интересно про количество транзакций, потому что ведь мы говорим с, ну, практически на ежедневной основе говорим с командой Блокчейн Спортс, поэтому мы знаем, какие вопросы у этих ребят возникают. И более 30 тысяч человек, они ведь все смотрят на это, даже до того, как этот проект был поддержан какими-то крупными игроками, поэтому только подумайте о том, что произойдет, как только у нас будут пресс-релизы, которые будут поддерживать нас, эти крупные игроки, и это будет в скором времени, и потому что ведь сейчас самое время, чтобы эти ребята могли присоединяться как раз до Мейнета. Да, это правда. И ты, и Илья, вы ведь описываете, насколько это мощно, потому что здесь даже сравнить-то это не с чем. Здесь нет других проектов, с которыми можно это так сравнить, потому что нет других проектов, которые были бы запущены в Мейнстрим, поддержаны целым миром популярных людей. Ведь это и есть спорт. Ведь мы входим в этот запуск с спортсменами, с миром спорта, с нашим сообществом, с огромным количеством силы, которая за этим. Это подобное раньше ведь никогда не делалось. Да, Джереми, это мы даже не начали говорить, мы уже даже не говорим про доктора Санжара, про вот создание того, что было разработано для мира блокчейна. И ведь это... Здесь это все относится напрямую к токену Атлета. Ведь здесь столько всего, это просто сбивает с ног. Поэтому ведь это уже все разработано, нам нужно это как-то упрощать. Да, кстати, будем говорить о нодах, которые мы сегодня запускаем. Так, Джереми, у нас осталось буквально 20 минут, поэтому давай. Итак, друзья, более 30 тысяч людей уже приобрели NFT-пакетов основателей. Все пакеты, которые были проданы до этого, включают в себя роялти от мир, от реального бизнеса и от нодов, которые валидируют транзакции. И стоимость этих паков увеличилась на 10% каждый месяц, начиная с апреля 2024 года. И вся эта возможность, вся эта возможность по запуску, она закончится 16 августа, то есть через 5 недель. И поэтому, друзья, сегодня мы вводим пак нодов, нодпак. И лидеры просили нас об этом. И команда Blockchain Sports предоставила нам это, начиная от сейчас до конца июля. И на протяжении... Вообще, впервые в жизни в этом проекте вы и ваша команда имеют возможность максимизировать цифровые вознаграждения при помощи этого промо-пака нод-акселератора. И это все вы получаете возможность приобрести по цене изначального пакета. Поэтому прямо сегодня, после завершения этого созвона, мы запустим этот промо-пак, вы получите возможность удвоить количество нодов по изначальной цене. И нужно понимать, что этот пак не включает в себя ройалти в проекте, это не включает в себя пул рибейта, но этот пак спроектирован для того, чтобы сделать одно. Для того, чтобы максимизировать ценность токена Атла и блокчейна Атлета. Ну, здесь на самом деле он спроектирован, чтобы сделать две вещи. Максимизировать то, что может нам сделать токен Атла. И, во-вторых, он сделан, чтобы упростить то сообщение, то послание, которым будет делиться с миром на протяжении следующих недель. Конечно, и оригинальные паки все еще доступны. Мотоспорт пак, мы об этом тоже сегодня еще поговорим, он все еще доступен. Все это все еще существует. Поэтому для тех из вас, кто говорит, нет, я все еще хочу изначальный пак, мне нравилось, как это было в оригинале. Я все еще хочу получать ройалти, я все хочу получать эти пулы рибейт. Это замечательно, потому что все еще есть. Но то, что мы обнаружили, это то, что есть настолько удивительная возможность порадоваться вокруг токена Атла, что владение нодами, это то, где прямо сейчас находится эта мощь. Это позволяет вам упростить получаемое вами послание касаемо того, что именно у нас доступно. Поэтому только посмотрите на это. Это ведь настолько мощно. И если мы на это посмотрим, то это получается по 25 центов за токен. Если вы посмотрите только на приобретение нодов и на то, чтобы эти токены минтить, даже не считая все эти награждения за валидацию, которые к этому добавляются в будущем, с тем, как будет расти количество транзакций, это по-настоящему удивительно. Поэтому посмотрите, ведь изначальная цена у нас там получается 500, 2800, 2500, 50 тысяч, 100 тысяч. Конечно, пак за миллион. Они все еще запущены, все еще работают вживую, и за 500 USDT вы можете получить два нода. Вы можете получить огромное количество токенов ATLA. Это очень мощно, и это по-настоящему уникальная возможность в вашей жизни. Если токен бы вырос всего лишь до доллара, то это вы бы уже 4 икса бы сделали на ваше вложение. И понятно, что токен пойдет намного дальше, и поэтому это возможность для вас. И я вам говорю, для того, чтобы владеть токеном в подобном проекте, ведь никогда, конечно, нет гарантии однозначной, но я вам хочу кое-что сказать, что если вы бы хотели сложить все наибольшие вероятности и потом подумать, а в чем, собственно говоря, эта общая вероятность того, что этот токен и эта команда, которая посвящает свою жизнь этому проекту со всеми теми людьми, которые собрались для того, чтобы этот проект поддержать, друзья, это по-настоящему, по нашему мнению, уникальная возможность, и у нас есть, осталось всего лишь пять недель для того, чтобы это послание распространить по миру, и я думаю, что это та история, которую нужно рассказывать каждый день, без остановки, потому что никогда не было ничего подобного, и это заслуживает сто процентов нашего внимания и наших усилий с тем, как мы идем к завершению проекта 90 миллионов, и для того, чтобы это еще больше подсластить, поскольку у нас построен целый план вознаграждения вокруг всего этого, друзья, мы просто хотим вам напомнить о тех некоторых вещах, которые сейчас предлагаются, потому что, во-первых, 500 миллионов токенов АТЛА раздаются лидерам в нашем сообществе Limitless, сто миллионов идут в бонусный пул чемпионов, и сто миллионов токенов АТЛА идет в пул легенд, и как мы объявляли на нашем последнем созвоне, новая промо дает вам удвоение токенов в этом бонусном пуле за каждый новый уровень чемпионов, которого вы будете достигать, и эта промо была запущена 22 июня, поэтому каждый уровень чемпионов, который вы достигнете 22 июня по 16 августа, вы будете удваивать количество долей для достижения этого уровня, это по-настоящему невообразимо, это удваивает количество токенов, которые вы получаете в этом бонусном пуле, из этого, ну, удваивается количество долей, и также есть дополнительные доли в пуле легенд, за каждый миллион, который вы достигаете, и ваш предыдущий объем весь считается, поэтому, допустим, скажем, что кто-то сейчас находится в 40 миллионах в объеме, и их следующий токен, например, начинается на определенном, да, то есть 10 тысяч в объеме, вы достигаете этого, и вы можете перейти от 100 тысяч до 10 тысяч буквально за следующие несколько недель, вы снова удвоите ваше количество токенов, и это по-настоящему мощно, друзья, это возможность, которая сейчас предоставляется всем особенно с этим промо, а также помните, что каждое поколение, которое вы, каждое генерация или поколение, которое вы в себе раскрываете, вы каждый раз получаете квалификацию следующего уровня легенды или чемпионов, вы также раскрываете, вы разблокируете следующее поколение в планах вознаграждения, каждое поколение, которое вы раскрываете в этом проекте Blockchain Sports будет переноситься в следующий проект на протяжении 90 дней, у следующего проекта будут дополнительные требования для того, чтобы сохранить это разблокирование поколений, но вы сможете участвовать в этом следующем проекте, который будет запущен 17 августа с уже раскрытыми поколениями и, возможно, наикрупнейшая возможность для тех из вас, кто на самом деле собирается полностью вдавить педаль газа, это то, что вы можете получить квалификацию с 5 миллионами нового объема между 22 июня и 16 августа, это вот новый объем, то есть это не уберет в учет объем, который существовал до этого, то есть 5 миллионов в новом объеме с 22 июня до 16 августа, если у вас это будет, то вы сможете получить долю в пуле equity, в пуле долей следующего нашего проекта на протяжении первых 90 дней, и мы не будем пока что раскрывать все детали, но позвольте мне вам сказать, что этот бонусный пул в нашем следующем проекте, в нашем следующем запуске, во-первых, запуск следующего проекта будет наикрупнейшим проектом из тех, в которых мы когда бы то ни было участвовали в жизни, и этот бонусный пул, он, ведь мы привлечем наикрупнейших лидеров в этой отрасли, и для многих из них именно этот бонусный пул будет решающим фактором, этот бонусный пул, в рамках которого мы делимся долей в проекте с теми лидерами, которые выстраивают команды, и у вас есть возможность сейчас начать староить, у вас сейчас есть возможность набрать 5 миллионов в объеме, начиная с 22-го дня до 16-го августа, и вы с первого дня, с первого дня вы уже будете в этом бонусном пуле эквити для следующего проекта, поэтому по-настоящему мощная возможность для всех из нас пойти вперед с блокчейн-спортс, с этим паком нодов. Дальше, промо восходящей звезды, или Райзинг Стар, если вы слышали о силе этого блокчейна, о мощи этого токена, то это возможность для каждого участника заработать три ноды. Это правда невообразимо круто, получение бесплатных нодов, каждые 5 тысяч, в личном объеме рефералов вы будете получать две ноды бесплатно. Эти ноды, они не валидаторы на блокчейне, это ноды, которые минтят, но они будут минтить токен АТЛ для вас, и вы сможете зарабатывать до пяти долей каждые 10 дней, и вы сможете увидеть, что прямо сейчас мы находимся на втором этапе этого промо, вы сможете получать до пяти долей в пуле Райзинг Стар. то есть, если вы достигаете пяти миллионов в личном объеме, вы получаете пять долей в Райзинг Стар. То есть, это 10 бесплатных нодов, считаете, и вы можете это делать до 20 июля, а потом от 20 до 30 вы это можете повторить, и поэтому это по-настоящему удивительно мощная промо. И это даже промо не для топовых лидеров, это не то, чтобы вы должны сделать миллион в объеме, нет, это в буквальном смысле слова, за каждые пять тысяч в личном объеме рефералов. Вы получаете пять, вы получаете 10 нодов. То есть, понятно, что это две пятьсот за каждую долю с каждого личного реферала, поэтому вам нужно как минимум не пять минут, пять тысяч в личном объеме рефералов. Друзья, это может быть, наверное, самое большое из всех промо, которые мы когда бы это не было делали, потому что ведь далеко не все работают на этом в полное время. Далеко не все являются крупнейшими лидерами, но это то, в рамках которого каждый человек может использовать по максимуму, получать эти бесплатные ноды, получить возможность участвовать и получать выгоду от запуска нашего токена Атлы. Мы хотим всем напомнить про Рокки Motorsport XR. Изначальная цена пака Motorsport будет действительно до 15 июля, то есть изначальная цена, по которой мы это запускали, будет действительно до 15 июля. И пакеты в 10 тысяч и 100 тысяч Motorsport включают в себя хранилище данных, если вы приобретали эти паки до 15 июля. Поэтому это единственные паки во всей экосистеме прямо сейчас, которые включают в себя хранение данных. И хранение данных дает вам дополнительные преимущества. Каждый раз, когда данные хранятся на блокчейне, они хранятся при помощи этих нодов, и каждый раз, когда любой проект или любая транзакция собирает данные с блокчейна, это позволяет нам получить дополнительные вознаграждения. Конечно, многие из тех проектов, которые у нас есть, это проекты, которые работают и усиливаются за счет данных. И поэтому это замечательный способ поддержать участие в паках Motorsport XR, потому что при помощи них вы получаете сразу доступ к Royalty, если как только будет завершен MVP на протяжении следующих нескольких месяцев, а потом будет выполнено частное партнерское соглашение. Поэтому у нас есть партнерства, которые вот заряжены, которые готовы, у нас уже многое было подписано, многое было исполнено, и основываясь на том, что MVP будет доведено до конца, эти партнерства будут готовы к тому, чтобы исполнить задачу. Это не означает, что они сразу же будут это делать по первому дизайзу завершения. Понятно, что там будет определенный юридический процесс, который будет всему этому сопутствовать, но как только MVP будет завершено, эти партнерские соглашения будут специально выведены, чтобы мы могли это финансировать, и когда это произойдет, то те участники, которые приобрели этот пак, смогут получать ройалти буквально сразу от этих партнерств, как только эти партнерства будут приведены в силу. И из всего того, что мы говорили, конечно, мы очень в большом предвкушении того, что нас ждет на протяжении ближайших пяти недель. Но все видение, оно встраивается в этот запуск, который у нас будет 17 августа. Поэтому последние пять недель у нас будет максимальное ускорение. Помните, что каждый человек, который к вам присоединяется, будь то с паком для нодов, или с любым из паков основателей, скажем, что человек прямо вот сейчас присоединяется впервые, они ведь попадают в вашу генеалогию, и вот они уже зафиксированы в сообществе Limitless на блокчейне, и они сейчас позиционированы и подготовлены на запуск следующего проекта. Поэтому 17 августа в Лас-Вегасе мы будем творить историю еще раз. Мы верим в то, что этот проект самый прорывной из всех тех, которые когда бы то ни было представлено в этой истории, в этой индустрии. Мы собираемся блокчейны, смарт-контракты представить традиционному миру сетевого маркетинга, но далеко не то, как это делается традиционно. То, что мы объявим 17 августа, никогда раньше не было сделано. И мы будем входить в следующую главу ускорения, в следующую главу долгоиграть, живучести проекта, потому что мы здесь строим бизнес на жизнь. То, что мы здесь выстраиваем, это то, что мы выстраиваем то, что позволит вам на протяжении поколений менять историю вашей семьи и вашей жизни. Ведь мы будем продолжать взращивать это, мы будем продолжать выстраивать это, и мы будем продолжать закладывать основу для целых поколений вперед. Поэтому не пропустите это событие в Лас-Вегасе. Если вы еще не зарегистрировались, то регистрируйтесь сегодня, переходите на limitless 2024.com, регистрируйтесь, убедитесь, что ваша команда здесь. Помните, что это первый проект, это в первый раз, когда мы запускаем этот проект в США, это глобальный проект, но мы очень рады возможности запустить этот проект в США впервые, и мы надеемся, что каждый и кажда из вас смогут присоединиться к нам на этом мероприятии. Поэтому, Эдвард, Илья, передаю слово вам. Боже мой, у меня тут прям, мне пишут, лидеры пишут, говорят, о боже мой, этот пак нодов, он по-настоящему удивительный, это именно то, что нам было нужно, и я считаю, что мы однозначно сможем выйти на невиданные высоты за эти последние пять недель. Да, Джерми, «Ох, знаешь, когда вот ты говорил про пак мотоспорта, я вот сижу и думаю про себя, божики, ведь каждый пак, он так удивителен. Как решить, какой из них приобрести? Ведь сразу, слышишь, и хочется все, хочется каждый из них получить. Ведь, знаете, когда, например, вы заходите в ресторан, открываете меню, и вы видите, что вот каждое блюдо, которое предлагается, это ваше любимое, и что здесь выбрать? То есть, думаешь, «Боже, это ведь...» Здесь даже нельзя сказать, что это одно лучше другого, но вот эти ноды, это ведь умопомрачительно. Ведь вы знаете, что это все ближе и ближе к успеху, и как можно их аккумулировать как можно больше? Как можно аккумулировать как можно больше этих нодов? И поэтому я вот просто хочу парочку моментов подтвердить, что этот новый пак нодов это самостоятельный пак, что означает, что вам не обязательно... Раньше у нас были паки, которые мы запускали, где нужно было обладать каким-то оригинальным паком для того, чтобы это приобрести, а здесь кто угодно может это купить. Даже если у вас раньше пака вообще не было, вы можете входить уже вот с этим. Это во-первых. А во-вторых, это неограниченные паки, правильно? То есть, мы убедились в том, что люди могут приобрести несколько паков сразу, что у меня вот есть два лидера, которые прямо сейчас пишут и говорят, вот так, подожди, а это вот безграничный... Это неограниченный пак или это пак самостоятельный? Поэтому я сейчас об этом говорю. Да, то есть, они неограниченные. Вы сейчас их можете покупать столько, сколько захотите. И это отличается от модели, которая у нас проапгрейзена, потому что в этом паке вы можете покупать столько, сколько хотите. Поэтому, скажем, сегодня вы покупаете 10 тысяч, потом покупаете там 500 тысяч. Это просто самостоятельные паки, которые вы можете приобретать в любое время самостоятельно. И еще кое-что. Я, ну, не скажу, но спрошу у тебя, потому что я знаю, но хочу, чтобы ты сказал. А 15 августа, скажи, мы скажем, так, друзья, будет ли прод... Мы скажем ли 15 августа, что мы что-то продляем? Ну, Илья, хочешь сказать? То есть 16 или 15 августа. Скажем ли мы, что мы будем как-то продлять эти промо? Будем ли мы продолжать это продавать? Однозначно нет. На 100% нет. Потому что люди думают, ну вот, у меня есть некоторые сообщения от некоторых лидеров, которые говорят, то есть на 100% ты же точно не будешь это продлять. Они прям просят это подтвердить. Да, я не хотел перебивать. Да, у нас есть серьезные причины это не продлять. То есть мы здесь не столько говорим про промо, потому что здесь же ведь не... Ну, до 1 августа это промо, но все паки, которые будут нам доступны, скажем, 16 августа к 1 вечер, ну, к 13.00 по универсальному UTC, и то есть в то же время, когда начинается вебинар, им нужно в это время подвязаны уже контракты, которые должны вступать в силу у блокчейн-спорта. Мы запускаем новый проект, нет никаких шансов, что вот даже прямо сейчас, если мы посмотрим, то есть у нас тарелка уже настолько переполнена, что скорее всего, как раз вот это я хотел сказать, Джерри, что вот для трех из нас и для всего сообщества, скорее всего, сейчас-то самое занятое из всех времен, которые у нас были. Потому что ведь у нас даже времени на сон-то сейчас толком нет. Мы сейчас так заняты, мы проводим эти отдельные частные сессии, мы перелетаем из страны в страну, и мы еще, кстати, это не упоминали, но у нас, видимо, будет еще эксклюзивное событие за день до Олимпийских, а мы это уже упоминали. Это будет VIP-событие для топовых инвесторов, для топовых лидеров в индустрии спорта. Это будет только по приглашению, и блокчейн-спорта на самом деле будет основным спонсором этого мероприятия, поэтому нас ждет по-настоящему многое. И нет никаких шансов того, что мы будем это продлять, и потом еще и новое делать, которое мы объявим в Лас-Вегасе, да, а потом еще что-то запускать, потому что это просто невозможно. Плюс ко всему этому Мейннет будет запущен 1 сентября, поэтому здесь нет никаких шансов того, что мы будем продавать с одной стороны эти паки фаундеров, с другой стороны будет запускаться Мейннет, потому что ведь это проект по предзапуску, поэтому этого не произойдет. И именно поэтому именно поэтому сейчас мы ускоряемся, потому что люди приходят к осознанию того, что время бежит, а осталось всего лишь 34 дня. Нет времени лучше, чем сейчас, потому что у нас уже есть репутация, у нас уже есть разработки, у нас уже есть все спонсорства, и мы уже находимся в идеальной позиции для того, чтобы стать одним из топовых блокчейнов и этого года, и грядущих лет. Потому что ведь после запуска понятно, что проект будет продолжать развиваться, поэтому 26-й, 25-й, они будут намного более интересны, чем 24-й лет этого года. Это ведь не то, чтобы проект на 1 сентябрь или на 1 октябрь, это только начало. Для блокчейн-спорт это только начало. Для нас, для той фазы, которую мы сейчас проходим, мы приближаемся все ближе к этой финишной прямой. Да, мы начнем этот проект с мощного открытия. Есть еще один замечательный вопрос от одного из лидеров. А вот эти ноды нужны будут, для них нужно будет приобретать 100 долларов для Академии Паки? Да, Академии Паки всегда нужны. Это закодировано, это практически как стоимость входа. Да, то есть 100-долларовые паки это то, что позволяет, да, это, по сути, их активационное приобретение, которое их в генеалогию вообще вписывает. Да, и лучший способ завтра, кстати, мы будем объявлять по сути новые меняющие правила игры проект, да, Дженеми? И единственный способ, при помощи которого вы можете заранее вписаться в то, что мы будем запускать 17 августа, единственный способ, при помощи которого вы можете начать строить в этом чуть заранее в блокчейн-спорте, это то, как ты это сформулировал, кстати, Джереми. И вот эта генеалогия, что она вот в этом работает. Но я просто хочу еще раз повторить. Где еще такое возможно? Ну, послание, на самом деле, очень простое. Просто ноды, позиционирование блокчейна с очень четким посланием, что у нас пак только нодов. Здесь не сложно, как было, когда мы только начинали проект, где нужно было целые часы рассказывать про разный аспект этого проекта. Сейчас все сильно упростилось. То есть, да, вы сохраняете всю генеалогию, и вы сохраняете все открытые поколения на некоторые периоды, они будут еще длиться в следующем проекте. У меня есть еще один интересный вопрос, я просто сейчас пытаюсь подумать, как его лучше задать. Так, я не знаю, может быть, у нас времени на это не хватит. Да, время заканчивается, и давайте закончим, и давайте вот включим видео, давайте покажем это. Да, это хорошая идея, ведь знаете, мы с тем, как вопросы к нам приходят, мы можем... Да, я думаю, мы дальше в канале сможем на тот вопрос, на который хотели ответить. Да, все достаточно просто, но планы вознаграждений здесь ровно то же самое, где у вас первый тир, это первый, то есть вы отключаете сначала 1%, потом 2%. Все достаточно несложно, то есть у вас прямолинейный пак, то есть IR1 не включает в себя валидацию, это ноды только для митинга, все остальные, ну то есть там идет точно такая же структура, как и в начальных паках основателя с теми вознаграждениями, которые вы получаете в плане, ну именно нодов. Разница заключается в том, что вы получаете в два раза больше нодов в каждом из этих паков. Ну что ж, давайте тогда закончим еще раз с просмотра этого замечательного видео. Да, хорошо, давай. И еще раз благодарность всем тем, кто были с нами, и до скорого. Смотрим видео. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, давайте зажжем, до скорого!